Трещины были по чугунным трубам. Все было очень плохо. Насос неспроста здесь стоит. Постоянно откачиваем воду. Трещина в трубе была с ладонь, говорит председатель совета МКД Дмитрий Губарев. Ее заменили в рамках текущего ремонта, но это временная мера. В подвале, как в бане, влажность превышает все возможные нормы. В этом доме на революционной трубы не ремонтировали больше 30 лет. Коммуникации пришли в негодность полную, потому как с начала того, как был построен дом, они не ремонтировались. У нас проблемы с канализацией были, проблемы с горячим и холодным водоснабжением. Трубы забиваются постоянно и горячего и холодного водоснабжения. То есть люди страдают от этого. Канализация к нам достаточно долгое время текла прямо в подвал. Замена инженерных коммуникаций стоимостью более 4 миллионов рублей для жителей, многие из которых пенсионеры, не посильная ноша. Но уже в 2017 году здесь будет капремонт. Кроме дома на революционной, он запланирован еще в 1073 домах. Цифра увеличилась благодаря тому, что собираемость взносов повысилась. Сейчас фонд капитального ремонта формирует и направляет жителям предложения по видам работы и их стоимости. Мы направляем предложения по видам работ, которые установлены региональной программой и минимальный перечень установлены жилищным кодексом. Это ремонт и замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт фасада, замена внутридомовых инженерных систем. То есть основные виды работы по капитальному ремонту. Чтобы капитальный ремонт домов стартовал в срок, фонд настоятельно просит собственников не откладывать вопрос в долгий ящик. А как можно быстрее провести собрание и заполнить протокол, чтобы фонд капремонта смог вынести предложения жителей на торги. При этом эксперты напоминают, что решение общего собрания является правомерным только в том случае, если на нем присутствовало не менее 67% собственников. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, События.